Всем привет! Сегодня мы будем говорить про документацию, которую пишут тестировщики. Ну или писали когда-то раньше и потенциально она может встретиться либо в работе, либо на собеседовании. Напомню, что в прошлых занятиях мы с вами поговорили о методологиях разработки программного обеспечения, про agile, про фреймворки agile, говорили с вами про виды тестирования, про уровни тестирования, также обсудили техники тест-дизайна и где они могут быть полезны. Надеюсь у вас было время до этого занятия немножко попрактиковаться и попробовать применить знания на практике. Сегодня мы посмотрим для чего собственно эти техники дизайна нужны, какую документацию мы будем дизайнить, какие есть обязательные требования к этой документации, общепринятые для всех проектов и компаний и какие есть общепринятые вещи, чего делать нельзя и не стоит. В следующем же занятии после этого мы уже пойдем говорить о результатах нашего тестирования и о баг-репортах. Но сегодня про документацию. Какие в принципе вообще бывают виды документации в процессе тестирования ПО? Начиная от самого верхнего уровня, с точки зрения как мы смотрим на процесс, это тест стратегия, которая глобально вообще была предназначена описывать, что происходит внутри процесса тестирования, какие мы соблюдаем, регламенты, правила, процессные какие-то нюансы. Дальше это был тест-план, который уже в рамках проекта регламентировал наши действия и в рамках конкретного релиза в этом проекте, как мы планируем провести тестинг. Собственно, он отвечал на вопрос, как и что мы будем делать, что не будем делать, но конкретные действия, которые мы будем делать для проверки, тест-план уже не описывал. Спускаясь на уровень ниже, появлялись тест-кейсы, которые мы старались группировать в тест-комплекты для того, чтобы хранить их вместе вокруг какой-то бизнес-логики. Дальше в плане опыта тестировщиков стало появляться понимание, что тест-кейсы писать и поддерживать довольно дорого и не всегда целесообразно, и появились так называемые чек-листы, с которыми мы тоже сегодня будем знакомиться. Плюс еще раз повторим, что есть такое requirement traceability matrix, или матрица тестового покрытия, о чем мы бегло зацепили в прошлом занятии. Окей, давайте начнем. Итак, тест-стратегия. Тест-стратегия — это, как я уже сказал, самый высокоуровневый документ в иерархии тестовой документации. И насколько показывает мой опыт и опыт там трех-четырех сотен людей, которые у меня отучились в тех проектах, где они сегодня работают и где работают там сотни еще коллег, с которыми я общаюсь по конференциям, в принципе, этот документ больше не пишется и не используется практически нигде. Где-то он еще там архаически просто дожил до наших дней, и это давно написанная эта штука, которую по сей день пытаются использовать. Где-то другие документы называют тест-стратегиями. То есть есть крупные аутсорсеры, не буду называть их имен, но они декларируют, что пишут тест-стратегии, хотя если разобрать содержимое этого документа, то по факту они пишут тест-план. Почему так происходит, это не имеет большого значения, там и отношение к нашему курсу. Но что же такое исторически была тест-стратегия? Тест-стратегия — это такой себе high-level, высокоуровневый документ, который писался на компанию, либо отдельно взятый департамент, то есть он пишется на всю компанию и регламентирует, как тестировщики должны себя вести, то есть там какой нам нужен минимальный период на acceptance-тестирование, на каком минимальном количестве окружении тестовых, да, тестовых площадок, environment-ов мы проводим наш тестинг. Либо, если он писался не на компанию в целом, то он мог писаться на отдельные департаменты этой компании. Например, у нас есть департамент мобильной разработки, и у них тест-стратегия отличается от департамента, который занимается веб-проектами, отличается от департамента, который занимается каким-то интернетом вещей, например. Почему он отличается? Потому что у них есть своя специфика, им надо прописать, на каком количестве мобильных устройств мы проводим тесты, как часто мы это делаем, что мы обязательно проверяем и портретную, и ландскейпную ориентацию всех экранов, что мы обязательно делаем тесты на Wi-Fi подключении и на мобильном интернете. То есть это такой свод каких-то правил, практик и политик того, как должен работать отдел тестирования в компании, и чтобы это соответствовало заявленным качеству этого процесса, который мы декларируем нашим клиентам, нашим продуктованнерам. Вот что такое была тест-стратегия. Почему она там практически перестает использоваться, почему она потеряла свой такой вес, и ее перестают формализировать в виде отдельного документа? Скорее всего, это произошло потому, что она бы сильно часто менялась, а многие вещи из нее перестали быть такими сверхинновационными, что типа мы всегда делаем acceptance testing перед тем, как отдать продукт клиенту. Это стало само собой подразумеваться. Или там продукт надо протестировать минимум на 4 основных площадках для того, чтобы убедиться, что его можно показывать пользователям. Это тоже становится само собой очевидно. Просто какие-то из этих практик, какие-то из этих подходов сейчас не выписывают в отдельный документ под названием тест-стратегия, который там подкрепляется подписями, а он лежит на внутренней Википедии проекта, либо просто в первый день, когда человек приходит, ему дают какие-то документы для ознакомления с тем, как мы работаем, его вводят через какие-то там практики и правила, которые у нас действуют, и не называя это тест-стратегией. Хотя по факту какие-то те же самые подходы, для которых она была предназначена, используются. И из моего опыта, когда я последний раз с этим всерьез сталкивался, у меня пару лет назад было собеседование в одну крупную компанию американскую, такую довольно бюрократизированную. У меня собеседовал некий Боб, у которого 19 лет опыта в тестировании, или даже 21 опыт в quality assurance. Я думаю, пробил его по LinkedIn перед собеседованием, думаю, интересно, с кем же я буду общаться. Думаю, ничего себе, динозавр действительно этой отрасли, он, наверное, был один из еще первых тестировщиков, которые пытались как-то процессно все построить, наверное, будет интересно. Ну и вот у нас с ним было двухчасовое такое собеседование, он у меня спросил практически весь материал этого курса, плюс еще два таких же курса сверху технических каких-то вопросов, процессных и по опыту. И в частности, среди его вопросов было, что такое тест-стратеджи, как я это понимаю. Я ему вот рассказал в том формате, в котором я сейчас в этом курсе вам рассказываю. Он говорит, да, окей, классно, вполне себе описывает то, что это такое. Я ему говорю, можно ответ под тебя получить, что это такое? Он говорит, ну да, это вот документ, который описывает подходы и правила, и практики, которые применяет департамент тестинга, если он у нас выделен в отдельный департамент. Я говорю, а в тех компаниях, где сейчас вот ты работал последние 10 лет, он был выделен в отдельную структуру тестировщики? Говорит, нет, он не был выделен в отдельную структуру, мы работали вместе с разработчиками, тест-стратегии не писали. Я говорю, круто, зачем ты меня тогда спрашиваешь, что такое тест-стратегия? Ну, принято спрашивать, я спрашиваю. Поэтому как бы вы не удивляйтесь, на собеседованиях у вас будет такой вопрос, но вероятнее всего, что данный документ вы составлять точно не будете, и это не работа там начинающего специалиста. Если он и писался, то писался там лидами, менеджерами, согласовывался с заказчиками. Что более вероятно вам встретится, это тест-план. Тест-план с большей вероятностью будет писаться на проекте, но с ним есть один нюанс, как бы разные команды, разные менеджеры могут по-разному трактовать эту сущность. То есть для кого-то тест-план там, это набор чек-листов, которые мы планируем сделать за ближайший релиз. Для кого-то тест-план, это мы там прописали, что мы потестим, и что нам для этого нужно в вольной форме. Кто-то пишет тест-планы согласно каких-то стандартов, кто-то тест-планы не пишет вообще. То есть я бы классифицировал по опыту, потому что я вижу в современных проектах, с которыми мы сотрудничаем, которые мы консультируем, зачастую есть там три варианта, как вы познакомитесь с тест-планом. Первый вариант – это тест-плана нет на проекте, и его никто не пишет. Второй вариант – есть какой-то документ с произвольным абсолютно содержанием, и его принято называть тест-планом. В этой компании, на этом проекте. Такое часто встречается. И довольно редко встречается стандартизированный тест-план. Стандартизированным тест-планом тоже следующая история. Он может быть двух видов, показывает практика. Актуальный и детальный, то есть он действительно соответствует тому, что происходит на проекте. И второй вариант – он старый добрый стул. Я это так называл. Что значит старый добрый стул? Вот у нас дома наверняка есть какая-то мебель, на которой мы обычно сидим. Есть там набор стульев. Их достаточно для того, чтобы к нам пришли определенное количество гостей, и все чувствовали себя комфортно. Но иногда гостей приходит чуть больше, и мы где-то в углу, там на балконе, или в углу комнаты старого стула сгребаем все вещи, которые на нем лежали. На нем давно никто не сидит. Он используется как такой сборщик вещей, или там на нем какая-то игрушки детские валяются, или что-то подобное. Его берут, обтряхивают, говорят, вот, пожалуйста, присаживайся, у нас есть стул. Вот во многих проектах вы встретите тест-план в таком формате. Что значит в таком формате? Это значит, что когда-то лет пять назад написали красивый, детальный, хороший тест-план с многим количеством там учтенных рисков, каких-то потребностей проекта. И сейчас, если заказчик говорит, ребята, у вас есть тест-план на нынешний релиз, вы понимаете, как вы будете строить процесс тестирования, то в срочном порядке поднимается старый документ, в нем обновляются даты, дописываются туда какие-то актуальные вещи, удаляются неактуальные, обновляются имена команды подписавшихся людей, высылается клиенту вечером, говорится, да, вот у нас есть классный тест-план. Он открывает, смотрит эти там много страниц, думает, блин, классно, готовая команда, подготовленная, серьезно относится к процессу, можно с ними работать дальше. Такое тоже довольно часто случается. Но мы с вами постараемся приблизиться к более, скажем, правильному подходу к какому-то псевдоидеальному миру и написать тест-план согласно международного стандарта ИЕЕ 829. Есть такой международный стандарт про техническую документацию, и в нем описывается, из чего же должен состоять тест-план. Мы с вами его напишем. Согласно этого стандарта, в тест-плане есть 15 пунктов, которые он предназначен описать. Давайте сначала попробуем составить свой первый тест-план, а после этого попробуем вывести какое-то определение того, что же это такое, что же такое тест-план. Первый пункт тест-плана называется introduction, ну или в русскоязычном варианте вступление, да. Что обычно в себя включает вступление? Это коротко описывает сущность документа. То есть, например, этот документ является тест-планом проекта текстовый редактор версии 1.0. В нем описано то, что мы планируем протестировать и что мы не планируем, какие потребности у команды для успешного проведения тестирования, что для нас есть критериями приемки качества, да. Помните, мы говорили про acceptance критерии, вот они прописываются тоже в тест-плане. Какие тестовые техники и подходы мы планируем применить, какие видим риски на пути к реализации проекта, кто за что будет отвечать и так далее. То есть, в такой вольной форме, знаете, как когда ты берешь новую книгу в руки, ты открываешь, там есть вступление, ты коротко можешь прочитать, понять, о чем будет эта книга, кто ее писал, и есть ли смысл читать тебе ее дальше. Вот такой же смысл пункта вот этого introduction в тест-плане. То есть, этот документ может открыть некий там PM, продукт-оунер, какой-то человек из бизнеса, девелопер и так дальше. Прочитав introduction, он должен понять, есть ли ему смысл читать дальше, интересен ли ему будет этот документ, полезен ли он будет ему. Вторым пунктом является пункт features to be tested. Или, да, то есть, функционал, который мы планируем тестировать. Функциональности, которые будут протестированы. Давайте вот на примере, если мы взяли текстовый редактор, то пробуем выписать функциональности, которые будут протестированы с нашей точки зрения. Что это может быть? Это может быть, конечно, launch, запуск приложения, open saved file, открытие ранее сохраненного файла, save changes, изменения в открытом документе, save as, сохранение в разные форматы, change fonts, работа со сменой шрифтов, какой-нибудь еще, к примеру, close up, закрытие приложения, help, какой-нибудь формат editor, то есть, работа с разными форматами текста, ну, и, например, с кодировками с разными, там, encoding, допустим, как-то так. Просто перечисляется с точки зрения бизнеса, что умеет делать приложение, и мы перечисляем, что мы это планируем протестировать за время этого релиза. Следующий пункт называется features not to be tested. То есть, мы заранее должны предупредить, если какие-то фичи мы тестировать не планируем. То есть, в переводе, естественно, это называется функциональности, которые не будут протестированы. Почему такое может быть? Этот пункт пишется только тогда, когда действительно будут такие функциональности, которые мы не будем тестировать. Такое может происходить в разных случаях. Например, у нас, у нашего текстового эдитора планируется какая-то интеграция с каким-то адобовским продуктом. То есть, на выходе мы можем там создать какой-то текстовый документ, что-то там поредактировать и сразу отправить его на постобработку в какое-нибудь там Adobe Creative Suite приложение из этого пакета. Мы можем сразу, если мы знаем, что наша команда не планирует это тестировать, предупредить в тест-плане, что мы не берем на себя обязательства по тестированию этой интеграции, но тут же мы должны объяснить почему. Например, потому что есть другая команда, которая отвечает за интеграцию с Adobe, они будут это тестировать. Или, например, потому что вы не планировали нам давать лицензии на Adobe продукт, у нас его в наличии нет, и мы не планируем это делать. Или, если мы делаем там мобильную аппу, мы делаем ее под iOS, и знаем, что у нас релиз в августе, а в начале июля Apple планирует отрелизить новый мобильный телефон, мы можем заранее в тест-плане указать, что мы не планируем тестировать под новую версию мобильного телефона, поскольку он выйдет там за месяц до нашего релиза, и мы просто физически не успеем закончить этот тестинг, и это влечет там большие риски того, что проект целиком придется откладывать, и релиз придется откладывать. Зачем этот пункт? По сути, чтобы заранее предупредить всех ответственных листов, менеджеров, заказчиков, клиентов и прочих, что какие-то вещи мы не тестируем, соответственно, мы не можем на себя взять ответственность за то качество, которое получим на выходе по этим пунктам. Если же нам туда писать нечего, мы туда просто ничего не пишем. Следующий пункт называется Test Items, то есть какие-то уже тестовые единицы, что мы планируем конкретно протестировать. По сути, это те же самые feature to be tested, только уже декомпозированные. Декомпозиция это вообще один из ключевых навыков для хорошего IT-специалиста с моей точки зрения. Уметь увидеть картинку целиком и в то же время уметь ее меленько нарезать на составляющие, которые атомарные действительно сами по себе несут ценность, это довольно полезный навык. Что такое декомпозиция в двух словах? Я уверен, что многим из вас знаком такой термин как композиция, когда мы берем разные какие-то элементы, собираем их вместе и получаем гармоничную композицию, которая является целостной. Вот декомпозиция это взять что-то цельное и разделить его на составляющие элементы, каждый из которых имеет какой-то смысл, но вместе они являются чем-то целым. Давайте пробуем сделать декомпозицию на примере этих фичей, которые мы выписали. Значит, какие у нас есть варианты? Первая фича у нас была лаунч. Пробуем сделать разбивку фичи лаунч. У нас будет такое понятие как автозапуск, то есть автолаунч после установки. Да, это надо потестить отдельно после установки. Дальше у нас будет понятие вообще просто там первый редактор мы запускаем, то есть сейчас не запущен текстовый редактор, мы его запускаем. Рост лаунч дальше у нас будет фью фью виндоу фью пупу виндоу лаунч то есть мы запускаем сразу несколько окон приложения. У нас уже одно запущено, мы в нем что-то редактировали, пробуем открыть еще окна. Вот такие какие-то тест-айты можно себе представить. Теперь берем следующую фичу open saved file open saved file какие тут могут быть айтемы? Какой-нибудь open just closed saved file открытие только что закрытого сохраненного документа дальше например open file saved insert party editor то есть открытие файла сохраненного в каком-то внешнем редакторе не в этом убедиться что он открывается правильно и open file saved in our application previously то есть открыть документ который был сохранен в нашем аппликейшене раньше дальше нам нужно сделать декомпозицию фичи save changes сохранение изменений берем save changes и на что ее можно было бы нарезать ну например save changes сохраняя изменения используя горячие клавиши да using control s например save changes Да, нет. Это тоже надо тестировать отдельно. Save change – это attempt to close unsaved document. Назовем это так. То есть в чем суть этого упражнения? Мы берем функциональность и прикидываем какие-то основные ее составляющие. Что есть такое сохранение изменений? Сохранение изменений – это возможность сохранить быстро, используя горячие кнопки. Это возможность через меню достучаться к сохранению изменений. Это быть уверенным в том, что если я случайно нажму закрыть документ, а в нем есть изменения, то меня попросят, спросят, хочу ли я их сохранить. Если я нажму save, то они таки сохранятся. И так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть это вовсе не одна функциональность. Более того, если вы тестируете сохранение и через Ctrl-S все хорошо, то это вовсе не значит, что файл сохранить будет работать так же хорошо, и дискетка на toolbar, которая отвечает за сохранение, работает так же хорошо. Это три тест-айтема, которые нужно тестировать отдельно. Ну и вот пункт тест-айтем, тест-плана согласно Е829 нужен для того, чтобы вы в принципе набросали какой-то скоуп, то есть объем будущего тестирования, что вы планируете протестировать во время релиза. Если раздел «Features to be tested» он скорее был нужен для того, чтобы перечислить языком бизнеса, что умеет делать наше приложение, и что из этого мы планируем протестировать, в принципе, какой-нибудь там условный заказчик может его прочитать и понять, что мы будем тестить, то пункт «Test items» мы уже чаще пишем для себя, для коллег, для других QA, перечисляем здесь все тестовые единицы, которые будут тестироваться в данном релизе, и нам потом проще договариваться. Говорим, допустим, там, Жора возьмет вот эти первые три пункта и сделает, Сережа возьмет вот эти три пункта и сделает по ним тест-кейсы и так дальше, и так дальше. Нам проще отслеживать, что мы покрыли тестами, что нет. То есть вот эта строчка для нас, там, автолаунч после установки приложения, она для нас станет идеей, на базе которой мы будем генерировать тест-кейсы. Я вам предлагаю дома самостоятельно закончить декомпозицию тест-плана, то есть взять остальные пункты, из него он у вас будет в раздаточных материалах, взять вот save as, декомпозировать ее, и все остальные функции уже самостоятельно закончить, чтобы мы сейчас не тратили сильно много времени инвекции на довольно очевидное повторяющееся действие. Пятым пунктом в тест-плане, согласно стандарту, является такой подход, как test approach, или тестовые подходы и техники, да, тестовые подходы, техники, которые мы будем использовать. Что здесь обычно пишут? Это пункт, в котором мы объясняем, как мы планируем, используя какие инструменты, проводить наш тестинг. То есть, что здесь может быть описано. Например, тестирование будет проводиться преимущественно руками, то есть, manual, да, тестинг. И blackbox. То есть, это будет manual blackbox testing. Для выбора тестовых данных мы планируем применять метод эквивалентных классов и граничных значений. В процессе создания тестовых сценариев мы будем командно работать, применяя технику state transition, да, то есть все то, что мы в прошлых лекциях проходили, мы можем перечислить для того, чтобы сформировать какой-то план действий. То есть, мы говорим, что этот документ – это тест-план. Что такое тест-план? Это спланировать, как мы собираемся работать, как мы собираемся потестить. Ну и, собственно, в нем мы и описываем, да, что мы тестируем, как мы понимаем те сущности, которые тестируем, с чего они состоят, на какие элементы они бьются, какие техники и методы известные нам мы будем применять в этом процессе. Там, например, мы говорим еще в тест-профе, что для сокращения времени необходимого на регрессионное тестирование мы будем постепенно автоматизировать тесты, покрывающие стабильные части приложения. Получая новый билд в тестинг, мы всегда будем начинать работу с смоук-тестов. Ну, вот как-то так. То есть, мы просто описываем, как мы видим этот процесс с точки зрения подходов и техник, которые мы будем использовать. Ну, а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. Подписывайтесь на наш канал.